то идеальный кандидат в управленческий консалтинг. Ну, например, внук известного государственного деятеля. С таким бэкграундом можно попасть на стажировку в МББ, даже будучи школьником. Если это про вас, то дальше видео можно не смотреть. Если нет, то в ближайшие 10 минут я расскажу о навыках и профилях кандидатов, востребованных в консалтинге. Я Виктор Угуленко, и это канал FLEZ. Здесь вы узнаете все об управленческом консалтинге. Подписывайтесь на наш YouTube, Instagram, и без хорошей работы вы не останетесь. Начинаем! План такой. Начну с анализа навыков, требуемых в консалтинге, а потом опишу профайлы на уровне стажера, при МББ, пост МББ и Data Science позиций, которые им соответствуют. Итог подведу парой советов для тех, кто не вписывается в рамки описанных профилей. Как всегда, тайм-теги вам в помощь. Не хотите смотреть все подряд? Пожалуйста, не смотрите. Выбирайте то, что вам интересно. В этом месяце вместо Office Hours я решил выступить на живом мероприятии в Москве. QS World MBA Tour в субботу, 19 октября. Кто хочет послушать мои рассуждения о перспективах в консалтинге для пост МББ, или что-то обсудить вживую, приходите. Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться по ссылке в описании. Пробежимся по карьерным страницам большой тройки и обнаружим варианты близких по смыслу формулировок, суть которых сводится к четырем группам навыков. Problem Solving, Leadership, Entrepreneurial Drive и Impact. Спасибо, Кэп, скажете вы. Гуглить умею. Пожалуй. И потому я дополню результаты Гугла еще одним уровнем детализации, который усвоил за годы работы в консалтинге и коучинга кандидатов. Problem Solving — навык определения и решения проблем бизнеса. У кандидатов он должен складываться из критического мышления, внимания к деталям и умения посмотреть на большую картину, увидеть, так сказать, лес за деревьями и цель проекта за отдельными задачами. Пристальное внимание к деталям очень важно на старте карьеры в консалтинге. Иначе вашим слайдам и аналитике не будут доверять менеджеры, партнеры и клиенты. Критическое мышление — это навык структурировать, то есть разбить на мелкие кусочки идею и построить логическую аргументацию за и против ее элементов. Навык отлично развивается в письме, решении математических задач и дебатах. Leadership — лидерство распадается на три навыка. Работа в команде, умение высказывать свою точку зрения и видение, к чему команда идет. В консалтинге практически все проекты реализуются в команде. Поэтому, если вы не любите много работать с людьми, то пришло время полюбить. Отсюда так называемый аэропорт-тест. Небольшой разговор обо всем подряд, когда на собеседовании консультант проверяет, готов ли он работать с вами 24 на 7, спускаться в шахты и ночевать в аэропортах. В команде нужно уметь сказать свое слово. Застенчивые молчуны имеют проблемы в работе, особенно в западных офисах, и часто отсеиваются еще на этапе интервью, как неэнергичные, излишне нервничающие и тому подобное. Видение касается способности направить команду консультантов, подрядчиков или клиентов к общей цели, определить задачи и планомерно их выполнять. По сути, это big picture в действии, а не в размышлении, как было пунктом ранее. Entrepreneurial drive — это страсть к работе, креативное мышление, открытость к новым идеям и способность учиться. В консультинге часто говорят о крутой кривой обучении. Нужно учиться много и быстро. В отборе важно это продемонстрировать. Например, улучшив свой ответ по кейсу сходу на основе фидбэка интервьюера. Открытость к новым идеям часто не соответствует представлениям не консультантов, а консалтинге. Люди вне индустрии думают, что консультанты лишь берут готовые фреймворки и штампуют выводы. Как бы не так. Каждый проект уникален тысячей мелочей и требует разработки уникального решения. Без креатива и поиска новых идей дальше капитанских советов не продвинутся. И в консалтинг, конечно, не попасть. Креатив, кстати, буду тестировать вопросами типа brainstorm. Impact – способность менять бизнес. Ее можно разделить на постановку интересов клиента во главу угла, бизнес-мышление и навыки коммуникации, в том числе на английском языке. С интересами клиента все понятно. Если ты понадобишься клиенту на проекте в Магадане, ты возьмешь и полетишь в Магадан. Если нужно дожать идеальное решение в субботу ночью, ты возьмешь и дожмешь. Client first. Про бизнес-реализм или бизнес-мышление советую посмотреть отдельное видео, где мы рассказываем о нем. Ссылка под потолком. Про навыки коммуникации замечу лишь одно. Видел десятки талантливых ребят, кого развернули на отборе из-за слабого английского. Так что лучше английский подтяните. Кстати, желающие могут прочитать статью о навыках консультантов и там найти пару вещей, о которых здесь не говорило. Ссылка будет тоже в описании. Как эта карта навыков сочетается с профилем стажера? Идеально, когда стажер в небольшой степени обладает ими всеми. Однако на старте акцент делается на программ-солвинге. Внимание к деталям и сообразительности. Поэтому в качестве стажеров и временных ассистентов любят брать трудолюбивых студентов с технических специальностей. Дополнительный плюс — это хороший английский и опыт учебы за границей. На мой взгляд, приблизительное олицетворение идеального профайла для стажера тройки — это наш выпускник Ренат Назмеев. В начале шоу «Стать консультантом». Кому интересно, снова ссылка в описании. При MBA позиция аналитика или ассоциата предполагает более высокий уровень проблем-солвинга, чем у стажера, а также лидерские навыки и креативное мышление. Аналитик более самостоятельен в работе, чем стажер, и потому должен сам придумывать решения небольших задач. Например, логику расчета стоимости чего-либо, доносить результаты до менеджера и учиться у старших коллег. На аналитиков чаще всего берут ребят из топовых московских или питерских вузов с опытом учебы за границей и хорошим послужным списком экстракрикулы занятий, где кандидаты проявляли лидерские навыки и креатив. Под это определение достаточно хорошо подходил мой профайл 2013 года. Кому интересно, посмотрите по ссылке. Позиция пост-МБА, ассоциат или консультант, подходит для людей с опытом работы от 5-7 лет, либо, как следует из названия, выпускников программ МБА. Такие люди, помимо сильных навыков аналитика, должны обладать еще и навыком создания результата для клиента. А именно, зрелой клиентоориентированностью, бизнес-мышлением и умением общаться с клиентом. Идеальный кандидат на такую позицию — менеджер в международной компании с крепким послужным списком бизнес-достижений. Отличные примеры — это наши выпускники Борис Кулахметов и Макс Болотских. О них подробнее смотрите в интервью. Утверждается, что Data Scientist в консалтинге должен обладать всеми навыками консультанта плюс разбираться в Data Science и математике. На практике все чуть проще. Навыки в Data Science должны быть мощные, это правда, подтвержденные на опыте. Навыки консультанта, описанные ранее, должны присутствовать, но, возможно, в меньшей степени, чем у чистых консультантов. Важно наличие бизнес-мышления и желание разобраться в бизнесе клиента, а не только в математической составляющей. Отличный кандидат для такой позиции — опытный ДС или хотя бы студент-технарь с парочкой стажировок в технологических компаниях. Не помешает также Kaggle и победа на разных акатонах. Представитель отличного профайла, на мой взгляд, это, например, Женя Кашин, с которым мы не так давно снимали видео. Похожи ли вы на какой-то из этих профайлов? Если вы поняли, что не являетесь идеальным кандидатом в консалтинг, не отчаивайтесь. Как минимум по двум причинам. Во-первых, есть много исключений с шаблона. Все равно при должном желании попадающих в консалтинг. Мне довелось работать с бывшими музыкантами, дипломатами, летчиками-истребителями, спортсменами и даже моделями. Все они как-то попали в консалтинг. Ничто не мешает разорвать шаблон и вам. Во-вторых, есть много успешных людей, из которых получились бы отвратительнейшие консультанты. Возможно, провал в отборе в консалтинг это лучшее, что произошло с вашей карьерой. Кто знает. Какие еще навыки необходимы консультанту, на ваш взгляд? Может, какие-то из перечисленных навыков вызывают у вас сомнения? Напишите в комментариях. Обсудим. Спасибо, что смотрели. Не забудьте полайкать, подписаться и рассказать друзьям, кому интересен консалтинг. До скорого!